Итак, для работы нам понадобится газета. Стопку листов разделим на три части. Можно разрезать ножницами или просто разорвать. Оставим только боковые полоски, у которых есть сторона без текста. Тогда трубочки получатся белыми. Теперь будем сворачивать трубочки. Берем спицу и, начиная с нижнего левого угла, крепко скручиваем. Край промазываем клеем. Трубочка должна получиться тонкой, крепкой и длинной. Для корзинки небольшого размера понадобится около 50 трубочек. Удобнее заготовить их заранее, чтобы потом ничего не отвлекало от самого плетения. Теперь возьмемся за дно. Его можно сделать из картона. Вырезаем две детали, промазываем одну клеем, выкладываем на картон трубочки. Сверху прижимаем второй картонкой. Идеальный вариант оставить сушиться под прессом на ночь. Складываем газетную трубочку пополам и как бы обнимаем трубочку основания. Сворачиваем восьмеркой и обворачиваем следующую. Когда первая трубочка закончится, удлиняем ее, смазываем клеем и вставляем узким концом широкий. Так проплетаем один круг. Теперь нам нужна основа, чтобы стенки будущей корзинки получились ровными и не гуляли во все стороны. Поднимаем трубочки вверх и скрепляем их прищепками. Продолжаем плести. Когда трубочки заканчиваются, снова удлиняем их. Вынимаем коробку, которая была основой. Оставшиеся концы завернем вовнутрь и подрежем. Обклеим картонное дно симпатичной бумагой с обеих сторон. Корзинка готова. Кстати, позже ее можно будет покрыть лаком или покрасить.